И пока вся страна слушает сказки об очередных победах Путина и Голиковой над коронавирусом, пока вся страна пытается выживать в условиях новых нелепых ограничений, отдельные ее представители, задачей которых вообще-то является забота о гражданах, под шумок пандемии продолжают изображать видимость бурной деятельности, продолжают нализывать вышестоящим, продолжают засорять людям мозги, преследуя исключительно цель защиты интересов очень узкого круга лиц, у народа и так-то в головах уже не пойми, что творится. Ладно, давно хотел поднять эту тему, но все как-то недосуг было. Вот как раз объявили локдаун, вы сидите по домам, спешить особенно некуда, значит можно и о серьезном поговорить, это реальная журналистика. Без объявления войны, тема сегодняшнего выпуска, какой войны, ну разумеется, со своим народом, поехали! Роскомнадзор составил на гугл очередной протокол, впрочем и нет не очередной, вот сейчас будет интересно, протокол, по которому компанию могут оштрафовать на 10% от выручки. Понимаете, нет куда ручонки ребятишек потянулись? То есть стандартных штрафов в миллион, в 10 и даже в 100 миллионов рублей цапцарапычам уже мало. Они хотят долю от всего оборота IT-гигантов России, а это на минуточку 220 ярдов по прошлому году, например. Теперь, значит, что послужило причиной таких хотелок? Официальная версия YouTube, входящий в орбиту интересов Google, не удалил почти две с половиной тысячи роликов, опасных для граждан скреп державы. То, что эти ролики опасны, решила Мизулина-младшая, возглавляющая Лигу безопасного интернета и постоянно вызывающая смех у людей хоть сколько-нибудь в вопросе разбирающихся. Ну вот. Ситуация в социальных сетях стремительно ухудшается и может стать взрывоопасной. Именно благодаря социальным сетям мы сталкиваемся с такими опасными явлениями, как спулшутинг, экстремизм, терроризм и иные другие подобные явления. Теперь о чем речь в данный момент? Ну какой конкретно контент опасен? А речь идет о роликах А, содержащих пропаганду взглядов экстремистских и террористических организаций Б. О видео, разжигающих религиозную рознь В. О материалах, пропагандирующих безразличие по отношению к жизни и здоровью несовершеннолетних Г. О роликах, содержащих ложные сведения о катастрофах природного техногенного характера. Блин, ребят, ну вот какой-то винегрет они туда намешали, вам не кажется? Свалили все в одну кучу, общих фраз накидали. Причем, если хотите знать мое мнение, люди, которые оное замесили, даже не заходили на тот Ютьюб, не открывали правила сообщества и не читали их. Речь ведь все понимают о неудобном для режима контенте, посему написали какую-то фигню от фонаря, основываясь исключительно на собственных измышлизмах. Кстати, нигде не смог найти перечни вот этих вот опасных роликов хотя бы с ограниченным доступом. Хотя бы для нас, для журналистов, чтобы мы имели возможность посмотреть, проанализировать, а затем донести все это до вас на понятном языке. Такого перечня нет. То есть, опять, знаете, предъява без пруфов. Мы нашли две с половиной тысячи опасного кино, где нашли, где надо, там и нашли, что за кино, какое надо кино. Прямо вот в стиле Низулиной. Вы написали жалобу на Дудя. Вы зачем на него написали жалобу? Мы отсмотрели несколько видеороликов. В смысле, интервью? Да. Примерно в четырех-пяти видеороликах возникли вопросы применительно к пропаганде наркотиков. Например? В этих интервью. Я не называю конкретные ссылки. Ну, такая история из анекдота. Дяденька, это вы танки подбили? Я. Так это же наши танки. Я-я. Не скажу, не покажу. А вам зачем? Что значит не скажу? Ты конкретные обвинения выдвигаешь, при этом в твоих обвинениях не слово конкретики, а между тем. Прямо сейчас в Рунете можно найти сотни и даже тысячи сайтов, рекламирующих и продвигающих азартные игры. Скажем, онлайн-казино. Прямо сейчас в Рунете можно найти сотни и даже тысячи сайтов, рекламирующих и продвигающих жуликов. Ежедневно в ленту новостей попадают десятки сообщений о банковских мошенниках, которые посредством интернета, в том числе, получают доступ к личным счетам доверчивых граждан, опустошают их. И не только банковские мошенники этим занимаются. От имени разного рода госструктур с людьми связываются. Чешут про какие-то новые льготы, тоже получают доступ к личным данным и точно так же грабят. От имени известных личностей ведется недобросовестная реклама всякой ненужной дряни, ну, например, медицинских препаратов, якобы помогающих от модной болезни. Но Лига Безопасного Интернета таким не занимается. Действительно, зачем бороться с жуликами, когда, очевидно, имеется установка бороться с теми, кто о жуликах и их жульнических схемах рассказывает? А с чем же тогда борются Роскомнадзоры, Лига Безопасного Интернета, на самом деле, из свежего, пожалуйста? 30 октября РКН потребовал от YouTube заблокировать несколько роликов правозащитного проекта «ГУЛАГУ.НЕТ». Если кто не знает или запамятовал, ребята предали огласки. Историю с чудовищными преступлениями о пытках и истязаниях в системе в СИН России, в СИЗО, в тюрьмах, в зонах. Однако вместо того, чтобы расследовать информацию, полученную от правозащитников, Следственный комитет, прокуратура и другие силовые структуры России устраивает охоту на авторов. Короче говоря, рисует жуткую картину, будто бы всем, без исключения россиянам, постоянно что-то угрожает. Хотя все становится на свои места, если внимательнее приглядеться к деятельности самого «ГУЛАГУ.НЕТ». Который вроде бы должен контролировать соблюдение прав заключенных в отечественных колониях, а в действительности занят несколько иными вещами, какими именно, расскажет Евгений Нипот. Евгений, приветствую. Алексей, приветствую. Организация, судя по всему, крайне сомнительная. Действительно, это тот случай, когда... Немного цифр, просто вдумайтесь. За 10 лет Россия обращалась к «ГУГЛ» с просьбами заблокировать тот или иной контент чаще, чем все остальные страны на планете вместе взятые. Думаю, многие из вас видели вот эту вот картинку, но посмотрите ее еще раз. Лишним не будет. И ушли в отрыв. Примечательно, что вал жалоб пошел как раз в 16-м году, когда рейтинг власти и конкретно «Единой России» полетел в Тартар. Народ, видимо, начал прозревать. Причем, чем ниже рейтинг режима падал, тем активнее. Проходимцы искали кругом врагов. В парламенте ядро сыпачками. И в режиме ошпаренной кошки принимали ужесточающие и запретительные законы. Все они направлены только на одно. На уничтожение даже несвободы слова. На уничтожение любой возможности критиковать. Справедливая критика или нет, плевать. Вообще никакой нельзя. В итоге мы пришли сегодня к тому, что репрессивной машине разрешили ездить по стране без соблюдения каких-либо правил. Например, для блокировки неудобной информации даже решение суда уже не нужно. Достаточно мнения какого-то силовика или чинуши. Роскомнадзор может получить право до суда блокировать российские сайты с запрещенной информацией. Об этом сегодня пишет «Известия». В Google утверждают, что с каждым разом им все сложнее отказывать российским госорганам, даже если требования, поступающие к ним, выглядят абсурдным. Практически на каждое абсурдное требование у скреп державы отныне имеются какие-нибудь абсурдные законы. Мы докатились до того, что люди перестали понимать, какой контент легитимен, а какой нет. За репост или цитату чего могут привлечь к ответственности? А что репостнуть все-таки можно? Да что там простые люди? У меня, я всю жизнь профессиональной журналистикой занимаюсь. То и дело возникают ситуации, когда я не знаю, можно ли ссылаться на тот или иной источник, или в иноагенты запишут, а то и в экстремисты. И все СМИ оказались в такой ситуации. В то же время пропагандистов он и почему-то не касается. Для этих отдельные нормы написали, к отдельной категории отнесли под названием государственные средства массовой информации. А что если государственные, то можно ошибаться и даже врать? Ничего себе законность. Вот только Соловьева в пример приводила, скорбляет депутата Госдумы ноль реакций со стороны надзорных и контролирующих органов. Зато если какой-нибудь таксист чертыхнется в сторону правительственного кортежа, из-за которого перекрыли дорогу, запишет свое негодование на телефон и выложит в сеть, таксиста привлекут. А вот Соловьеву можно. Да не только Соловьеву. Рунет сегодня наводнили сайты и страницы, где размещаются откровенно клиентнические материалы в отношении неугодных как вариант. Там же публикуются псевдорасследования против граждан с использованием нередко персональных данных человека и даже его родственников, что абсолютно противозаконно, в том числе по ядросовским правилам. РКН и Лига Безопасного Интернета, разумеется, ничего этого не видят. На самом деле все это очень плохо. Во-первых, то, что ложь становится частью государственной политики, понимают уже даже самые отсталые слои населения. Те, кто еще вчера слепо верили ящику, начинают задумываться и это минус для власти. Во-вторых, отсутствие хоть сколько-нибудь объективной картины происходящего лишь подогревает протестные настроения в обществе, чтобы не врали всякие вциомы, Киселевы и Скобеевы, карманные недоэксперты, рожи которых уже опротивили, или просто халуи-прихлебатели, отрабатывающие украденную денежку, но люди-то не с луны свалились. Это ведь только Путин знает о том, что происходит в стране по отчетам о Волжском новый мост построили через Волгу, жители Волжского, в отличие от их президента в курсах, нет никакого моста. Да что там за примерами далеко ходить в последнее время пропагандисты их хозяева, включая Головнюка, дюжаса крушаются. Ой, почему же у нас провалилась кампания по вакцинации? Да врете, потому что с утра до вечера об этих прививках и те, кому врете, давно это поняли. Нет доверия к самому режиму, но ребятишки продолжают работать в данном направлении. Впрочем, это вынесем в отдельную программу. Переваривайте. Реальная журналистика. Подписывайтесь на наш канал, лайки, репосты приветствуются. Оно помогает продвижению и попаданию ролика в раздел рекомендованных видео. Нас смогут услышать больше людей. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте, с темы предлагайте, поднимем, обсудим, а я за сим. Спешу откланяться, пока. Пока.